Айфончик? Да, 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 это какой вы хотите? Вот, ты в лицо мое замачтай голодное, если я попаду. Короче, кто этим говном пользуется? Я не знаю, у меня кнопочный телефон уже сколько? Лет 10, наверное. Короче, у нас два варианта, мне кажется, мы либо сейчас ждем, неизвестно сколько. Смог находился на работе в алкогольном обвинении, мне пришлось его уволить. Не знаю, ребят, заявление уже написано в полиции, так что... Ребят, всем привет! Очень давно не было никаких пранков с кражей айфона из магазина. И сегодня я решил снова вернуть эту рубрику, снова заснять новую кражу. И краж будет происходить в одном магазине, с которого все и начиналось. Моя самая первая кража была снята именно в этом магазине. Но суть в том, что тот магазин съехал, сменился владелец, который также открыл там магазин с айфоном. Так как, я так понял, сам арендатор наставил на том, чтобы именно магазин с техникой там был открыт, чтобы не было никакой конкуренции в этом торговом центре. И сейчас мы пойдем как раз снимать там с Кириллом новый ролик, потому что нас там еще не знают. Там абсолютно новый продавец, я повторюсь, новое руководство. Поэтому все должно пройти максимально хорошо. Ну а чтобы внести немного разнообразия, мы немного изменили сюжет. Вот раз мы не просто возьмем и украдем телефон, в этот раз Кирилл будет в роли полицейского. В смысле ты не предупреждал? Короче, он будет в роли... Никакого полицейского я не буду, будешь. Короче, Кирилл будет в роли мента. Я вот положил форму, ты прикупил в айнторге. Ну ты нафига сыграешь? Вот это мы же же. Это же торговый центр, сейчас реально менты придут в меня заберут. Да не, нормально все будет. Короче, Кирилл зайдет туда в магазин, якобы проверка, то что на районе... Пойду, посмотри, что там куда? Ну, за назад сяду пока посмотри. А, давай. Заодно переодевайтесь сразу. Кирилл туда зайдет, якобы проверка, якобы на районе украли несколько айфонов и руководство поручило... Ты слушай тоже, тебе это полезно будет. И типа руководство поручило обойти магазины, чтобы сверить айфоны, чтобы, не дай бог, не было краденых. И когда продавец начнет предоставлять телефон, либо Кирилл, либо я, украдем какой-нибудь айфончик. Ну, естественно, потом и вернем, потому что мы не воры, и это всего лишь пранк. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, дай с ним берем 30 тысяч лайков, и я сниму еще одну кражу еще в одном магазине. Желаю вам приятного просмотра. Не пей, а вот... Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, в магазине только открылся, да? Да, недавно. Что-то интересует? Да, девушке. Забираю подарок. Айфончик? Ну, у вас в роде телефон. Да, 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 да. Это какой вы хотите? Не знаю даже. Вот семерочки есть. Да нет, мне чего-нибудь тепловее. Один с промо. Вот один с промо. Блин, он дорогой. Не знаю, я сейчас посмотрю, подумаю. А чекласса что есть, да, к телефону? Да, может, я в сторону. Ага. Так. У вас получается вот весь выбор, да, из-за... Добрый день, молодые люди. Миксфон правильно, да? Да. Вы работники, да, вдвоем? Нет, я клиент. Съемку можно убрать или вы рекламу снимаете или что? Ну, я и телефон покупаю, и просто хочу покупку заснять. Блогер? Ну, да. Вот. Ты лицо мое заманешь тогда, ладно, если я попаду. Короче, суть в чем? У нас пропали кражи были здесь, Ворбекова. И мы сейчас проходим по всем магазинам, по сравнению с e-mail. В телефоне, ну, номера телефонов. У вас вообще приносили что-нибудь на продажу? Не, ну, что легально? Я имею в виду, у телефона скупается, вообще не скупается. То есть, получается, чисто новое, да? Да, да. У вас списка мая, пожалуйста. Или, ну, вы переписываете? Ну, это, наверное, на части позвонишь. Ну, позвоните на части, да. А что, получается, вот тут телефоны не крадены? Нет, я такого не говорил вообще, молодой человек. Я сказал то, что украли телефоны, у нас просто проверочка идет сейчас. Ну, у вас точно не все новые, да? Да, все новые. У нас никто ничего не трогает. Вот, часть e-mail, на самом деле, больше. У меня просто полный список еще не пришел. Просто я сейчас должен переписать, получается, все, что у вас есть, и потом уже в отделе я сравню. То есть, вы со мной не проезжаете, вы так же остаетесь. Мне просто показать, что телефон. Да, данные. Давайте я сам поговорю с начальником, наберите мне. 11 Pro Max, у вас только один, да, получается, он золотистый? А? 11 Pro Max, у вас золотистый? Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич, да? Золотистый только 11 Pro Max, да? Да, золотистый только один. А на заказ у вас остальные, или так? Ну, да, если хотите заказать туда, придет еще в неделю. В течение недели. В течение недели, кстати, еще работник. Если это получается иное, мы проверяем подразимым телефоном. Нет, не... Посмотреть телефон. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Да, сейчас покажу. Чехлы все, кто такие покупает вообще? Это ваш чай, да? Мне пейте. Вот эти, вот эти. Бороди пересохнут. Да, да, да. Покажите, пожалуйста. Вот там определенные модели какие-то дебильные. Да, ну, я все хочу. Позвольте, сейчас подождите. Пока все, не доставайте прям. Давайте вот сюда положить пока часть. Так, красная и вот с тремя камерами еще нужен. И где-где-где-где он увидел. И вот цитастый, который. Да, достаточно. Все это не мой вариант. Так. Смотрим, смотрим. Кто этим говном пользуется? Я не знаю. У меня кнопочный телефон уже сколько? Лет 10, наверное. Да, я думал. Почему? Вообще телефона нету. Почему так? Ну, это муляж какой. А, просто чисто для витрин что-то? Там нигде что телефонов нет? Нет. Нет почему. Так. Могу же пройти, да? Вы не против? Мне хозяин сказал, что там есть документ. В общем, вот эту папочку тогда отправься на e-mail. Вот этот файл и вот этот файл получается. Хорошо? Хорошо. Сейчас я вам скажу еще, вот этот листочек я оставляю тогда у вас, если вам приносит, просто даже предложить какие телефоны, даже если вы не скупаете, я был бы... Ну, можно ручку, пожалуйста? Извините, я зайду там, сейчас покажу. Извините, можно я сейчас доработаю? И вы, кстати... Ну, я как бы клиент. У меня тоже к вам вопрос есть. Вы часто бываете здесь? Может быть тоже что-то подозрительное? Нет, я не часто, я пришел за покупкой. Не каждый день айфоны покупаю. Как вы сами понимаете, зарплат 15 тысяч. Ну, в полицию вы устраиваетесь к нам там? Что, много зарабатываете? Ну, нормально. А что смешно, я сказал? Не знаю. Ну, ладно. Нет, почему вы смеетесь, я не понимаю. Да нет, все хорошо. Ладно, где-то... В полиции смеетесь или что? Нет, нет. Просто я в армии не служил, меня не возьмут. Ладно. Это плохо, кстати, молодой человек, что в армии не служил. Да, все, до свидания. Вот мой телефон, звоните. Ребят, все получилось. Кирилл отлично справился с своей задачей. Он нормально отвлекал продавца. И продавец, как я понял, вообще, то есть не понимающий, не знающий. То есть он, не знаю, ну как Лохаева по сути, Кирилл развел. И когда он его запряг, чтобы тот сел за комп и отправил ему там что-то на e-mail, e-mail как раз телефона, я просто беспально забрал 11 Pro Max. Распечатать я, конечно, его не буду, хотя тут и так коробка мятая, но надеюсь, что это сделал не я. Сейчас я чуть посижу, посмотрю, спалит он или нет, и потом как раз таки, я думаю, мы уже с Кириллом вернем ему телефон и расскажем, что это был пранк, чтобы он был далее гораздо бдительнее. Потому что, ну, слишком просто, просто взял, вывылил все телефоны с прилавкой. Как-то, ну, это очень неразумное решение, можно сказать так. Алло, ты в магазине еще? Да, я еще общаюсь с продавцом. А, понял, понял. И мне как бы... Я тут... Ну, заканчиваю там с ним разговор и приходи в машину, и все, будем решать, что дальше делать. Сейчас, секундочку. Сейчас, мой начальник звонит, сейчас я договорю. Да, ну, я тогда как подведу в конкурс, сейчас я инструктаж ему еще провожу, по поводу вложу на лобок. Так что... Давай, короче, я в машине-то жду. И подойдешь, и решим, как будем возвращать это все. А, все. Понял, все. Давай, жду. То есть, его не напрягло, что ты в форме, то есть, вообще в вредной форме пришел? Смотри, мне начальник сказал, которому я звонил по телефону. Сказал, что парень новенький, вообще он работает только в первую неделю, получается. Ну, я так и понял. Он это видел, он запаниковал, он такой, да, да, конечно. Начал все выкладывать, хотя, в принципе, я, ну, не совсем имею право... Ну, я тоже сказал, что это неразумно, то, что начал все выкладывать, все эти телефоны. Да, тем более при клиенте... Плюс ты сейчас я вел там не совсем корректно, где там чай попил, там кто этим говном пользуется. Там, короче, женщина долго стояла, очень звонила, описывала ситуацию. Наверное, сниму сейчас форум тогда. Кому звонила? В полицию. Серьезно? Что за женщина? Это серьезно, говорю. Она стояла вот прям в белом, когда ты выходил. Она смотрела постоянно, описывала, ну, все. И чувак, который... Она, может, увидела, что телефон украл? Не знаю. Хотя спиной стояла, аж отвернулся специально. То есть, когда он e-mail скидал на почту? Интересно, если я сейчас в куртке приду, он узнает меня. Я думаю, да. А я в капюшон надену и так далее. Капюшон? Что, попробуем, может быть? То есть, ты даже перевернулся, не будешь просто сверху накинуть? Не, переодену сейчас. А что у меня штаны только снять, по сути? И что, вернем телефон, сейчас скажем. Типа, чувак, будь осторожней, мы тебя просто проверяли. Ну, он... Проверк. Ну, он реально, он какой-то прям это... Очень растерянный. Да, мне что даже жалко сейчас. Дальше его развозить все. Мне интересно, давай, капюшон надену сейчас. Знает или нет? Да, да. Что он еще нормально реагирует? Но он такой. Он какой-то... Он бухой вообще, мне кажется. Да, я тебе их говорю, это не перегоричит. Что за хуйня? Он пошел, что ли, куда-то? Ну, вряд ли. И что? И что за херня? Слушай, а тут номер... И номера телефона нет. Есть только вот это в соцсети. В соцсети писать? Мы сейчас не допишемся, мне кажется. Ну, да. А что за херня? Это вроде сейчас не обед, ничего. Все реально закрыты. Это очень странно. Может, он пропажу, заметил и к начальнику поехал. Я не знаю. Короче, у нас два варианта, мне кажется. Мы либо сейчас ждем, неизвестно сколько. Да, да, гром подождать, кто деваться-то. Ну, типа, это уже реально так и раз же будет. Ну, блин. Может, завтра. Да, как всегда, так говорим. Ну, ты же не специально. Ну, да. Разный телефон каким-нибудь лежать? Я же, когда говорил с начальником, у него голос адекватный. Ну, ну, что, где-то пошел, понимаешь? Ну, давай пять минут подождем. Давай. Ну, навряд ли. Ну, что? Пошли, но уже сколько? Уже минут 20-30, наверное, прошло. Ну, да. Может, придет. Хер. Да, погнали. Завтра? Ну, да. Здесь мы заедем. Придется. Ты что, куда припаркуемся? Давай поближе к Ленте. К Ленте. В общем, ребята, уже сегодня второй день. Сами видите, по куртке, по погоде. Сегодня, надеюсь, что все-таки ты не смог, да, связаться? Нет, я не смог. А мне вообще что-то не работали. Кирилл пытался в соцсетях с ними связаться, чтобы предупредить о том, что телефон у нас, чтобы они не паниковали, не переживали. А может, они даже не заметили до сих пор, я не знаю. Хотя он там один, там у них мало же телефонов, то есть они должны спалить, по сути, да? Он самый дорогой, во-первых. Слушай, а там камера не стояла, не знаешь, визионаблюдение. Не знаю. Я что-то не обращал внимания. Не знаю. Ну, сейчас дойдем. Ты айфон забрал, взял у тебя? Да, 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 да. А то у меня в кармане. Ну, сейчас посмотрим, что скажут. Ну, что, объяснил ему, я здесь не пухой. Ну, я тоже, конечно. А это не вон. Не вон. Здравствуйте. Могу вам что-то помочь? А где продавец? А вчера, который был, да. Да, продавец вчерашний уволен. Почему? Ну, он находился на работе в алкогольном опьянении. То есть, мне пришлось его уволить. А я что? А мы просто, ну, приходили. Я вообще сначала подумал в запах. Кто-то, может, приходил, ну, выпивший сюда. Это он, да? Да нет, я понял, что это от него сразу. Я не понял. Ну, да. Был пьяным. У него украли телефон. Дорогой, айфон. Телефон украл. Так, ну, я сейчас пока пойду куплю там что-нибудь. Ты как раз по мне. Да, это со мной постоит. Ты вам что-то помочь? Да нет, да не надо. Сейчас мы... Да иди сюда. Да чего? Да ты что, брикалы что-то? Что? Смотрите, а если... Что ты скажешь? Да, я говорила, что хочется сказать. А если мы знаем, где телефон ваш укразенный? Замечательно. Где же он, в общем? Ну, короче... Это он. Вот он. Он... Вроде как он. Спечатленный мой телефон. Ну, а почему он... Что он делает у вас? Мы снимали небольшой розыгрыш. Мы хотели на 3 минуты буквально его просто забрать, чтобы просто приколоться. А когда вернулись, вот тут уже закрытый магазин был, и мы не могли его вернуть. Какие шутки, ребят. Он стоит сотку. Это мой телефон стоит сотку. Ну, это реально шутка. Ну, у нас не было злоумысла. Да. То есть мы это делали много раз, получается. Точнее, вот Максим сделал и в магазин, а в итоге, ну, как-то на встречу шли. Просто получился вот такой вот коллапс из-за того, что мы вернулись, все было закрыто. Может быть, он, я не знаю, за алкашки снова пошел. Мы реально ждали, ну, 30 минут. Не знаю, ребят, заявление уже написано в полицию, так что. В смысле, заявление вы заявление написали? Да, да, да. А вы можете заправиться? Нет. Почему? Ну, потому что все, уже не могу забрать. Делаем, мы не воры никакие. Это просто шутка. Вы можете, наверное, сейчас же вы вернули. Посмотреть. Я понимаю, вы вернули. Ну, я не знаю, что ли я вам сказать. Я не могу забрать заявление. Без полезного. Ну, может, как-то... Заявление, заявление типа, что, а кто там украл, как, то есть... Ну, по факту, да. Телефон тоже не найдут, телефон тут, по сути, найдут. Ну, и что, ну, мы же, как бы, все равно украли. Заберите, пожалуйста, заявление. Серьезно, но... Мы, наоборот, получается, показали вам, что... Что у вас продается не очень, да. Да, это, мягко говоря, не очень. Он упустил телефон. Знаете, как это было? То есть... Я пришел в форме. Полиция сказала проверки. Он просто не проверял ни документы, ничего. Выложил все сюда. Отвернулся. То есть мы, сколько раз... Точнее, Максим крал телефон. Это было очень сложно здесь. Мне кажется, мы могли всю кучу просто взять, и он бы не заметил. Это... Это самое... Просто я предложил телефон, который там были, и своими делами занимался. Ну, ты что, ты же засветишь в магазин видео. Плюс реклама вам, а там у тебя сколько подписчиков? Дофига, да. 800 с чем-то тысяч. Да, 800 с чем-то тысяч. Так что давайте как-нибудь договоримся, либо мы, я не знаю... Скажите, просто напишите, ну, заберите заявление и объясните то, что телефон упал куда-то там. То, что продавец просто потерял ваш, который вот уже кроссу уволен, на него можно все это и повесить. Вы хозяин магазина, да? Да, я хозяин. Я так понимаю, вот еще один момент. Вы же, наверное, общаетесь с другими владельцами магазинов, вы там перепродаете, перепокупаете. Поговорите с ними, нас многие знают, получается, и мы адекватно с ними со всеми общаемся, правильно? Вот, то есть все владельцы почти уже таких магазинов, вот просто в этом мы еще не были, не заходили. Так что мы, наоборот, как бы показали уязвимость, ну, согласись же, Макс. Да, ну, вот продавец говно был. Ну, ты просто полтажный отташь. Да, он пойдет за служим наказанием, он уволен, оштрафован. Ну, и вот, так что вы усвоили урок, мы усвоили урок, то, что... Ну, как бы, да, нормально все, но я... Мы, правда, не хотели удобства какие-то сделать. Заберите заявление? Да. Ну, то есть, если надо, мы сами там съездим, чтобы... Ну, вот, давай, да, мы с вами съездим, и что нам скажете? Ну, что, ну, я думаю, нормально. Ну, вы скажете, что там, ну, просто непонятка... Нет, не проявляйте, что не имеете. Можно сказать, он не упал куда-то, а что мы думали, что мы оплатили, ну, то есть, знаешь же, иногда транзакция не проходит, вот. Она, типа, не прошла, и мы забрали. Как-то так. Ну, что, так попробуйте. Так что, все, если что, от связи сейчас у меня где-то... Давайте номер я оставлю. Да, да, номер. Да. Получился такой-то видос. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дайте 30 тысяч лайков, и снимем еще какой-нибудь пранк в каком-нибудь магазине с кражей, если они еще тут остались вообще. Можете подписаться на инстаграм Кирилла. Ссылка будет в описании. А, на этом все. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok